Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 26 главу. Когда Иисус окончил все слова Сии, то сказал ученикам Своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшие народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Видим, что вся политика фарисеев и соведукеев, она сводится лишь к одному. Как уничтожить Христа? Как его убить? Почему такая ненависть? Почему такая неистовость со стороны этих народных вождей? Потому что Христос говорил правду. Потому что Он Сам есть правда и любовь. А правда, как говорят, колет глаза. Они своими отеческими преданиями подменили заповедь Божию. И Христос свидетельствовал против их заблуждения. Но им не нравилось это принимать, потому что в них не было кротости и смирения, о котором Христос говорит «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Фарисеи и Саудукеи не были учениками Христа. Они не могли этому у Него научиться. Они только искали, как бы Его на что уловить. И как Он получал некую популярность. То зависть, что люди шли за Ним, за Христом, за правдой, за любовью, но не за Ними, народными вождями, зависть, она, в общем-то, делает свое дело. Мы помним историю Каина и Авеля. За что Каин убил Авеля? Потому что позавидовал брату своему, что его жертва принята, жертва Авеля. А Каина, который он по своеволю и тщеславию приносил Богу, такая жертва вредна и для самого Каина, и бесполезна для его жизни. Итак, далее мы видим, что они говорят о том, что надо его схватить, но схватить так, чтобы не во время Пасхи, когда множество до двух, говорят, что исследователи до двух миллионов собирались на праздник Пасхи в Иерусалиме. Это по тем временам большое количество людей. И они не хотели его схватить в праздник Пасхи, они боятся возмущения народа, потому что действительно Христа приходили послушать тысячи и тысячи людей. И многие из них становились верующими. Далее говорится, что приступила к нему женщина салавастровым сосудом мира драгоценного и возлил его ему, подлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мир за большую цену и дать нищим. Но Иисус, разумевся, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда имеете. Возлив мир и сие на тело мое, оно приготовило меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелии сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Действительно, здесь видим ропот учеников. Не сказано, что только один Иуда. У других евангелистов есть на этот намек. Но все ученики возроптали. То есть они не понимали, зачем была такая трата. Так происходит и в нашей жизни. Помню, когда строили храм Христа Спасителя, то все говорили, зачем это надо? К чему такая трата? Зачем этот храм? Люди пенсию не получают. Как будто церковь была в том виновата, что люди не получают пенсию. Или как будто церковь. Или у церкви есть нефтяные скважины, или там золотые прииски. Что было тогда дано церкви? И было разрешение, и была инициатива, чтобы построить этот храм. Церковь сказала, конечно, кто же против того, чтобы создать храм Христа Спасителя. Но люди тогда очень роптали. Я помню это время и говорили, да ну, лучше бы раздать нищим, зачем это все. Вот примерно так же происходит это и с непросвещенными учениками. Да и сегодня, пожалуй, мы можем услышать нечто подобное голоса. Чаще всего это так возмущаются те люди, которые считают не свои деньги, а чужие. Это мир действительно был драгоценным. Как сказано, что здесь оно стоило действительно тогда больших денег. Было из динарного масла. И когда она это сделала, то помазала Христа и его главу, то говорится о том, что она приготовила его к погребению. Действительно. Мы помним, как Христа погребали. Он в пятницу был распят. В субботу он сошел в ад, а в воскресенье воскрес. И в пятницу его так торопились, чтобы погрести, чтобы совершить погребение. Такая была спешка, что его даже не приготовили, как должно по закону Моисееву. А мы помним, что Христос сам о себе говорил. Я пришел не чтобы нарушить закон, а чтобы исполнить. И поэтому этот закон был здесь нарушен. Он был не исполнен как бы до конца. Так вот, с точки зрения поверхностной. Но мы видим, что эта женщина, она даже исполнила все. Она приготовила Христа к погребению. Поэтому сказано, что о ней, где бы ни было сказано в Священном Писании, что о ней будет сказано и упомянуто. Потому как и за богослужением мы читаем эти тексты и сейчас, и в домашнем чтении. Да, Святая Православная Церковь, следуя отцам церкви, древним отцам церкви, держится того предание, что Христос Христос был трижды помазан усердием двух евангельских жен. В первый раз среди общественного его служения, роду человеческому, покаявшемуся явно грешницей в Галилее, в доме Симона Фарисея, как благористует об этом святой евангелист Лука, в другой, в Вифании, в доме Лазаря, Марии, сестрой Лазаря, за шесть дней до Пасхи, о чем благористует святой Иоанн, и в третий раз в доме того же Симона Фарисея, в Вифании же, и той же покаявшейся грешницей, которая помазала в первый раз, о чем благористует, как мы с вами читаем, святой Матфей. И также это мы встречаем у святого Марка. Все эти события в отдельности Святая Церковь предлагает нашему благовейному вниманию в течение Великого Поста и Страстной Седмицы. Тогда один из двенадцати, называемый Удой Скариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я придам его. И они предложили ему тридцать сребреников. Здесь происходит такая ситуация после события, когда эта женщина, а у евангелиста Марка, сказано, что она разбила этот лавастровый сосуд, потому что горлышко было тоненькое, долго было лить, поэтому она как бы берет его в руку, разбирает все в руках и несет и взливает Господу. И когда Иуда это все увидел, он тут, наверное, один из первых был, которого взроптал, потому что деньги как бы прошли мимо его ящика. Он бы, конечно, желал, чтобы эта женщина отдала его, этот лавастровый сосуд ему, он бы где-нибудь его продал. У него только в хождении со Христом, у него была только одна мысль, как сделать очередной хороший коммерческий проект. Очень хорошо, когда мы сегодня в церкви, например, на молодежные служения или на какие-то, я знаю, что берем президентские гранты. Вот кто-то люди этим занимаются, у них очень хорошо это получается, я всегда за них радуюсь. Но горе будет, если для нас грант станет самоцелью, а не то дело, которое мы делаем. Это к этому нужно быть очень внимательными. На этом подскользнулся Иуда, который был среди 12 апостолов, который был призван к апостольскому служению, который три с половиной года ходил и учился у Христа, и он подскользнулся. Поэтому сказано в Писании, не думай, что стоишь, упадешь. С того времени искал он удобного случая предать его. В первый же день опресничной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал, пойдите в город, в который я скажу ему. Учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечались и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он сказал им в ответ, опустившись со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается. Лучше было бы человеку тому не родиться. Присем Иуда, предавший его, сказал, не я ли, рови? Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил, раздал ученикам и сказал, примите и идите, сия из тела мое. И взяв чашу, благодарив, подал ему, сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое восставление грехов. Мы видим здесь предательство Иуды, мы видим здесь события Пасхи учеников, Христа со своими учениками, мы видим здесь эти слова, которые говорит Христос, что сын человеческий предается, как написано. И они, в общем-то, в некой мире нуждаются восстолкования. Дело в том, что многие люди говорят, что есть, ну, не многие, но слышал я об этом, что если бы Иуда здесь, как бы, как некая такая трагическая фигура, воспринимается, что вот Бог, как бы, его использовал для того, что если Господь знал, что Иуда его предаст, здесь ли здесь справедливость Божия, как же этот человек был, фактически, как бы подставлен, вот под промысел Божий. Свидетель Иоанн Златоуст отвечает на этот недоуменный вопрос и, на мой взгляд, его разрешает. Цитата. Иной скажет, если написано, что Христос так пострадает, то за что осуждается Иуда? Он исполнил то, что написано, но он совершил все не с этой мыслью, а по злобе. Если ты не будешь смотреть на цель, то и дьявола освободишь от вины. Слышите? Если не будешь смотреть на цель, то и дьявола оправдаешь и освободишь от вины. Но, святый Иоанн Златоуст продолжает, но нет, нет, и тот, и другой достойны бесчисленных мучений, хотя и спаслась вселенная. Ибо не предательство Иуды соделало нам спасение, но мудрость Христа, и величие его, и промышление, обращающее злодеяние других в нашу пользу. Что же спросишь ты? Если бы Иуда его не предал, то не предал ли бы кто-нибудь другой? Если бы все были добры, то не исполнено было бы домостроительство нашего спасения. Да не будет. Ибо сам Премудрый знал, как устроить наше спасение. Хотя бы и не случилось предательство. Премудрость его велика и непостижима. Потому что, дабы не подумал кто, что Иуда был служителем домостроительства, Иисус называет его несчастнейшим человеком. Конец цитаты. То есть мы видим, что свидетель Леон Златоуст говорит о том, что это не так, что Иуда погубило его злоба, но не домостроительство Божие. И если бы Иуда покаялся, то Бог как-то все сделал так, неведомо нашему помыслу, но ведомо его промыслу, что Иуда был бы спасен. И если бы и дьявол не отпал, то Люцифер, если бы он пришел к состоянию покаяния, то в домостроительство Божие по его человеколюбию никогда не входило злоба. И далее мы читаем с вами, что Христос преподает чашу, вино и чашу. Чашу с кровью под видом вина мы принимаем истинное тело, истинную кровь Иисуса Христа, преподает хлеб под видом хлеба мы преподаем истинное тело Иисуса Христа. Это не означает символы, но мы видим как бы хлеб и вино, но это истинное тело и истинная кровь Иисуса Христа. Как это? это тайна Божия, которая сокрыта. Но это так, и мы в это свято верим. На что здесь еще необходимо обратить внимание? Сказано, что пейте от нее все. Есть люди, которые возбраняют до определенного времени возраста причастие в западной, например, латынской церкви и не допускают. Или причают людей только хлебом, только обладками. Но мы видим в словах Христа, что сказано, пейте от нее все. Не сказано, только достигшие определенного возраста. Всем преподается эта чаша, всем преподается этот хлеб. И как мы помним в Евангелии от Ана, в 6 главе 48 стиха, Христос говорит о том, что кто не будет яйцем хлеб жизни, кто не будет скушать тело и кровью Христова, тот не войдет в Царствие Божие. Если так присмотреться, то здесь, на самом деле, в Священном Писании сказано, что Христос причастил учеников своим хлебом квасным. Хотя многие утверждают, что якобы в день Пасхи все квасное удалялось из среды, из дома. И действительно, была такая специальная вудаизм молитва. Если даже дома ничего не было квасного, то что-то специально ради ритуала туда вносилось, какой-то кусочек квасного, что бродило, и специальная молитва это выносилось, ну, чтобы соблюсти как бы ритуал, хотя уже все было очищено, если даже не было квасного. На самом деле, здесь в греческом языке стоит слово «квасной хлеб», а стоит слово «артос» — «квасный хлеб», но на тот год по иудейскому календарю совпадало так, что 14-й Ниссан попадал на субботу. Поэтому по иудейскому измышлению, они это делали, когда были такие совпадения, они чуть раньше переносили Пасху, и Христос совершает Пасху 13-го, но совершает ее, в общем-то, вечером. А по иудейской традиции день начинается с вечера, как, в общем-то, и у нас. Мы знаем, что в субботу у нас воскресный день начинается со всеночной. Поэтому Христос творит эту Пасху в четверг, 13-го, вечером, перед пятницей 14-го, а так, что они это делали, чтобы в субботу оставить 15-е для отдохновения. Вот как об этом говорится в исторической справке. Надо заметить, что Синодрион нарочито перенес в тот день год празднования Пасхи с 14-го на 15-е Ниссана, да. Вот с 14-го на 15-е, чтобы избежать двух совершенно свободных от труда дней, то есть Пасхи, приходившейся в пятницу и субботы, которая сама по себе была днем не рабочим, а тем более в дни Пасхальной Седмицы. Мы знаем, что и даже по нашему календарю, когда попадает, например, праздник, скажем, то если он на красное число, то дается дополнительный выходной. Желающие, конечно, могли отправлять пасхальную вечерю и 14-го Ниссана в день, указанную Моисеем. По этому мнению Господь и совершил ее 14-го Ниссана. Можно принимать или то, или другое мнение, но заключение будет одно и то же. Синодрион заколал и ел пасхального агнеца в пятницу, будь это 14-й или 15-й день Ниссана. А Господь совершал эту Пасху днем раньше, в четверг, будь это хоть 13-й или 14-го Ниссана. Вот почему. Хотя три первых евангелиста и называют четверг первым днем опресничным, но сами же они пишут, что на тайной вечере Господь употребил хлеб квасной, то, о чем мы говорили, по-гречески артас, а не опресничный, по-гречески азимос. В законно установленный день всеобщного празднования Пасхи допускать на трапезу квасный хлеб был строго запрещено. Для нас, христиан, неважно знать, в какое именно число, месяц пострадал Господь наш. Довольно знать, что день его страдания и смерть был днем Ветхозаветной Пасхи, так что, если он совершал Пасху даже 13-го Ниссана, то пострадал он 14-го Ниссана в законный день Пасхи. Если же он совершал свою тайну вечную 14-го Ниссана, то все же он умер на кресте 15-го Ниссана, в тот самый час, когда в Иерусалимском храме происходило заколание бесчисленного множенства агнцев пасхальных, то есть его смерть, прообразовавших. На это совпадение с особенной силой указывали и святые апостолы. Вот такая историческая справка по поводу совершения дня Пасхи. Мы читаем далее. И сказав сие, сказав же вам, что отныне будете пить от плода сего виноградного, сказываю же вам, что отныне не будете пить от плода сего виноградного до дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И воспев, пошли на гору Илеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. Мы уже видим, что Иуда, предатель, который на этой тайной вечере, заигрывая даже как-то со Христом, говорил ему, не я ли рави, то есть здесь он проявляет полное пренебрежение к Богу, не понимает, понимает, но настолько уже достигает этого лицемерия и лукавства, что думает о том, что от Бога можно что-то скрыть. Помните, когда Христос ему преподает в мак его блюдо, в блюдо кусок хлеба, об этом подробно говорится у евангелиста Луки, и дает ему и в тот момент вношу у него сатана, как сказано другого евангелиста. И Христос после этой вечери идет со своими учениками, они взошли на гору, и здесь он говорит, что поражу пастыря, и рассеются овцы. Здесь он цитирует пророчество, еще одно пророчество, которое есть у пророка Захарии. Пророк Захария так и пишет и о предательстве, и вот, например, о предательстве можно почитать, это 11 глава 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте, и они отвесили в плату мне 30 серебреников». То есть пророк Захария настолько за столетия, за несколько столетий предсказывает предательство Христа настолько точно, что даже указывает сумму за 30 серебреников. То есть это та сумма, за которую, в общем-то, давали плату, если, например, кто-то убил раба. То есть если раба убил какой-то человек по неосторожности, то эта плата была 30 серебреников. Вот в такую вот плату оценили люди Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа Иуда ценил его в эту цену. Итак, далее мы читаем. «По воскресенье же моем предварю вас в галереи». Петр сказал им в ответ, «Если и все соблазнятся, я о тебе никогда не соблазнюсь». Видим, что апостол Петр всегда по своей такой дерзновению, любви к Господу, говорит, что я не соблазнюсь, но мы увидим в конце этой главы, что произойдет с его обещанием. Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе», здесь уже предсказывают ему, что в эту ночь прежде, нежели проповет петух, трижды отречешься от меня. Говорил ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя», подобно говорили все ученики, не только Петр, но и все другие. Ведь Христос ему говорит, что это будет с тобой. Он говорит, «Нет, Господи, мы никогда от тебя не отречемся». Снова вот эти важные слова. «Не думай, что стоишь, упадешь». Нам надо крепко держаться. Чтение Священного Писания, хождение в храм, потому что не знаем, в какой час придет Господь, чтобы не было у нас такого горделивого состояния внутреннего духа. Ну, эти все, конечно, а я-то вот неизвестно, как еще все оно будет. Поэтому будем молить Господа, чтобы Он нам даровал кротость и смирение, а не то, как перечили ученики своему Спасителю. Потом приходит с Ним Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с тобой Петра, обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя оскорбит смертельно. Побудьте здесь и пободрствуйтесь со Мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, находит их спящим и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час пободрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дух бодр, вплоть же немощно. Итак, здесь Христос видит своих учеников спящими. Это моление о чаше. Подробно эта молитва излагается в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, первосвященническая молитва, «Да будет едино, как и мы, едино Господи». То есть там говорится о том, что именно звучало из уст спасителя в этой молитве. Далее Христос говорит, что, отойдя в другой раз, молился и говоря, «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Это очень важные слова. Мне нравится это выражение, что когда мы молитву, «Отче наш», молимся, и что-то мы просим, и хотим, «Господи, дай, дай, но не получаем», вспомним молитву, «Отче наш», где сказано, «Да будет воля Твоя, я к ним виси и на земле». Поблагодарим Бога за то, что исполнилось его воле, а не наша. Если бы все время исполнялось наше, мы бы, наверное, были недалеко к гибельным путям. И оставив их, отошел, помолился в третий раз и, сказав то же слово, тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы еще спите и почиваете, вот приближается час, и Сын Человеческий передается в руки грешника, встаньте, пойдем». Вот приблизился «Предающий меня». И когда еще говорил «Он вот Иуда», один из двенадцати пришел с ним, пришел и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных, «Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тот час, подойдя к Иисусу, сказал «Радуйся, рови», и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Смотрите, приходит этот предатель, этот Иуда. Но Христос снова и снова, как тогда на тайной вечере, давая ему святое причастие, хлеб, вино, и теперь говорит ему такие удивительные слова, «Друг». Кого в священном писателе называет Господь другом? Давида, Кавраам, это верный раб и друг, и здесь друг Иуда. Мы часто говорим, когда ссоримся с какими-то людьми и говорим, «Ну вот этот человек, ну ладно, прощу». Но предательство, есть такая даже поговорка народная, «Никогда не прощу». Смотрите, какая безмерная любовь Бога по отношению к человеку. Приходит этот злодей, который предает его за такую плату. Богу это все ведомо, он все это знает, но он старается его исправить. Мог ли Бог его исправить, чтобы он не предал его? Мог, но ничего Бог не делает насильно. Он хочет, чтобы он свободно покаялся в том, что он сотворил. Поэтому он обращается к нему этими словами, «Друг, зачем ты пришел?» Но покаяния нет. Тогда взяли Иисуса. И вот здесь сказано, один из бывших с Иисусом, простевший руку, извлек меч свой и ударил раба и отсек ухо ему. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели двенадцать легионов ангелов? Как же сбоится Писание, что так должно быть?» По этому поводу, когда говорит здесь Господь, «Вложи меч свой в ножны свои». Есть такое краткое истолкование у блаженного феофилакта, но оно сразу дает многое понимание. Он пишет, блаженный феофилакт, болгарский, цитата, «Приучая Петра к евангельской жизни, Господь дает наставление не употреблять меч хотя бы и за Бога, кто думал совершать мщение». Это очень важное указание, конец цитаты. То есть, мщение ни под каким предлогом не совершается. Поэтому Господь и говорит, кто с мечом к нам придет, тот от меча погибнет, вложи меч в ножны свои. Нельзя мстить ни по какому поводу. Совсем другое и другое делает, это другой разговор о том, что кто ударит тебя в правую щеку подставь левую, там говорится о личной обиде и ее прощении. Не убей заповедь, говорится, что нельзя убивать из-за корысти. Но если бьют по щекам твою родину, мать, твою церковь, то нельзя подставлять щеки своей родины, своей матери. Здесь речь идет о защите, а не о мщении. Итак, в тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день я сидел с вами, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было до сбоя с описания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали, а взявшие Иисуса, отвели его к Иафе, первосвященник, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали до двора первосвященников, и, войдя вовнутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синдрион искали же свидетелей. И мы здесь читаем все эти главы, и они их действительно нашли, этих же свидетелей. И тогда мы помним, как Иафа, он спрашивает, и встав первосвященник, 62 стих, сказал, почему ты ничего не отвечаешь? Они говорили, что он говорил о разрушении храма, якобы он разрушит. А Христос, помним мы, 24 главу, как он предсказывал разрушение Иерусалимского храма. И тогда первосвященник встает и говорит, почему ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. Первосвященник сказал ему, заклинай тебя Богом Всевышним, Богом Живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус отвечает ему, ты сказал. 64 стих. Некоторые люди говорят, почему Христос все время отвечает как бы косвенно и говорит, ты сказал, почему он не говорит о себе, да, это я, да, это я, Мессия. Но это скорее такой вопрос задают люди, которые невнимательно читают Священное Писание четверо Евангелия. Например, в Евангелии от Марка мы встречаем, где Христос о себе говорит, да, это я. Это 14 глава, 62 стих, 61 стиха. Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, ты ли Христос, Сын Бога Благословенного? То есть здесь описывается те же самые события, и вот в 62 стихе Иисус говорит, Иисус сказал, я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящий десной сил, грядущий на блоках. То есть это очень важное такое указание для внимательного прочтения. И мы читаем далее. Тогда первосвященник, когда услышал о том, что Христос говорит, да, это я, то есть да, это я, Мессия, да, я Бог, да, я Бог, человек, тогда он разодрал одежду свою и сказал, он богохульствует. Почему он где-то делает? Потому что Христос назвал себя Богом. Он действительно им и был. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется, они сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо, заушали его, другие же ударяли его планетом, и они устроили такое игрище, что обычно устраивают грубые войны, римские войны, они бьют его, начинают говорить, кто тебя ударил. Это такое издевательство и игра, злая игра. Петр же сидел вне, во дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда жена выходила из ворот, увидела и другая, говорит, бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, склятывая, что не знает сына всего человека. Немного спустя подошли, стоявши там, и сказали Петру точно, и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Так заканчивается эта глава, которая стоит из 75 стихов. Предательство, тайное вечеря, предательство Христа, предательство Иуды, такое коварное предательство, даже такое, такое издевательское, знаком любви, поцелуем. Видим, что обещание учеников, если и все предадут, мы не предадим, но мы видим и предательство учеников, и что они все разбежались, когда Иисуса взяли. Видим и предательство Петра, который первый говорил о том, что если и все предадут, я никогда здесь склятво и божбою отрекается от Христа и говорит, что не знает его. Такое может произойти с каждым из нас в нашей жизни. Грехами мы часто своими предаем Спасителя. А пусть будет с нами не так, как с Иудой, а как с апостолом Петром, который, предавши Христа, увидел свой грех. Увидел свой грех и, как сказано, вышел вон и горько плакал. Если это с нами когда-то в жизни происходит, постараемся найти в себе мужество и силы, которые необходимы человеку для того, чтобы мужество необходимо действительно человеку, для того, чтобы покаяться и снова примириться с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Но будем всячески себя ограждать от того, чтобы не впадать в грехи. Но если это произошло, последуем примеру апостола Петра. Иисусом Христом, Иисусоан.